Да, мой аккаунт сегодня получил вот такой приятный бонус. Четерить плохо, мы обнаружили подозрительную активность на вашем аккаунте, пожалуйста, играйте честно. Просто посмотрите на это жизнерадостное хомячье лицо. Скажу честно, я использовал генератор для ключей, так как у меня совершенно нет времени играть в эти игры. Мне нужно работать, потому что я взрослый человек. Так что я получил это достижение вполне заслуженно. Но мне интересно, получили ли вы его сегодня? И за что? Сделали ли вы что-нибудь противозаконное? Сколько ключей у вас было? Использовали ли вы генератор ключей? Напишите в комментариях. Очень интересно посмотреть на статистику. Несмотря на то, что я считаю получение этой плашки сегодня вполне заслуженным, у меня есть причины для разочарования. И сегодня я расскажу вам о них. Кстати, многих немножко смутила формулировка этого достижения, поэтому уточняю, если оно у вас серое, значит вы в безопасности. Если оно цветное, значит у вас уже минус к репутации. Итак, есть три новости. Хорошая, плохая и очень странная. Начнем с плохой. Сегодня миллионы людей по всему миру получили это достижение, которое на самом деле является черной меткой. Помните, я говорил, что аэрдроп хамстер комбат будет учитывать в том числе и вашу репутацию, репутейшн. Эта метка понижает вашу репутацию. Но есть еще два пункта, которые будут влиять на вашу репутацию, кроме нее. Всего их три. Первый, как мы уже поняли, связан с незаконным получением ключей. То есть вы получали их, не играя в игры. Кроме того, если вы играли в игры, но не решали головоломку, это тоже вызовет подозрения у хамстер комбат. Вторая, накрутка или покупка рефералов. Ваши друзья в игре должны быть активными, а не ботами. Это тоже минус к репутации. Третий, красный флаг, достаточно неочевидный. Это ваш уровень. Если вы до сих пор зависаете в бронзовой лиге, но при этом у вас подозрительно высокая прибыль в час, у хамстер комбат возникнут вопросы. Как можно так долго играть в игру и не преодолеть даже бронзовый уровень? Игра точно посчитает вас ботом. Также обратите внимание на название вашего аккаунта. Если он звучит как рандомный генератор слов, тоже могут возникнуть проблемы. Все эти пункты могут повлиять на вашу репутацию и в конце концов на размер дропа, который вы получите. Это были плохие новости. Теперь хорошая, подпорченная одним пунктом репутация не лишит вас аирдропа. Но скорее всего снизит его на 5 или 15%. Но если вы не прекратите использовать генератор ключей после того, как сегодня получили предупреждение, вы можете столкнуться с окончательным баном вашего аккаунта. А теперь очень странная новость. Черная метка за читерство сегодня прилетела даже аккаунтам, которые только что были созданы. Об этом говорит и автор вот этого видео. Я специально искал доказательства. Он говорит, что есть новые аккаунты, где подобные читерские действия не предпринимались, но они все равно получили эту метку. Есть некоторые игроки, которые активно пользовались генерацией ключей и не получили за это черную метку. У этого парня было 300 плюс ключей и он не получил черную метку. Этот парень сгенерировал почти 800 ключей и он тоже не получил черную метку. Вот что пишет этот пользователь. У меня есть три аккаунта. Для них он использовал автокликеры, генераторы ключей и накрутку рефералов. Два из них получили метку за читерство, а третий нет. Многие люди, которые ничего не нарушали, напротив, получили метку. Именно это заставило людей задуматься, а не дают ли это достижение абсолютно случайным образом и без каких-либо оснований. В сети завирусился пост бывшего геймдизайнера Хамстер Комбат еще 23 августа. И вот что он написал. «Я бывший геймдизайнер Хамстер Комбат и был с проектом с самого его начала. Меня использовали и выбросили, но я не могу просто уйти, зная, что происходит за кулисами. Руководство, особенно глава проекта, все больше разочаровывает меня своими решениями. И теперь я вижу, что они готовы поставить на карту доверие всех игроков ради своей выгоды. Величина дропа может сильно разочаровать вас, особенно если учесть все то время и усилие, которое вы вложили в игру. Они говорят одно, а на деле результат может оказаться совсем другим». Сегодня мы видим, что это похоже на правду. Похоже, черную метку раздавали рандомно. И если мы посмотрим на код, то увидим очень интересные строчки. «Достижение читера. Шанс получения достижения читер равен 50%. То есть Хамстер Комбат выдает его 50% всех пользователей, независимо ни от чего. Когда вы открываете игру, она сама отправляет запрос на получение этой ачивки с шансом в 50%. Это как заточка в линейке, если вы понимаете, о чем я. «Еще шестая подряд идет. Сломал, блин». То есть вы случайным образом ее получаете. Это не зависит ровным счетом ни от чего. Хамяк все решил за вас. Ранее в игре была популярная карта спасения хамяка в Дубае. За открытие которой вы также могли получить достижение. В одном из интервью разработчики намекали, что те, кто приобрел эту карту, получат небольшой бонус при листинге. Но насколько существенным будет этот сюрприз? Х5, Х10 или Х20? Думаю, стоит быть реалистами. Вероятнее всего бонус составит около 5-15% от вашего дропа. Скорее всего, разработчики постарались сбалансировать карты. Без сомнений, чтобы компенсировать это, разработчики придумали ход конем достижения читера, за которое будет урезание дропа. Если у вас есть это достижение, готовьтесь к тому, что ваш дроп будет уменьшен. Вопрос на сколько? Дубай добавляет, а читерить плохо отнимает. Предполагаю, что снижение дропа составит те же 5-15%. Так что будьте готовы получить меньше на 15%, если вы оказались среди тех, кто получил это достижение. В любом случае, получив эту отметку, вы не теряете аирдроп, но получаете его урезание. История мутная, неприятная и странная. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok